А клавишник внизу теперь, да? Нет, клавишник вот здесь наверх. В это время под сценой барабанщик полез садится за балманы, поднимается барабанщик. Плунжеры, ну это две конструкции, которые у нас два плунжера, одна та, которая поднимается из-под сцены, да, то есть одна, которая поднимается над сценой на два метра, по-моему. Привет, Тенку. Здравствуйте. Здравствуйте. У нас есть такой участочек на сцене, плунжер, вот когда он поднимается, оттуда хочется много дыма, знаете, вот прям, ну, как будто какая-то махина поднимается, что-то там невероятное, аж не я не знаю, ничего. Подумаем, решим. Атлас ответит, да, нет, меньше, больше, и потом только от этого мы распишем режиссуру, когда мы сцепим. Хорошо. У нас есть желание большое создать что-то особенное. Здравствуйте. 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 Спасибо. Впервые в жизни я проводила два занятия по видеосвязи, потому что Тина была в Казахстане, у нас была разница во времени. Тина упорно и до конца не сдаваясь, репетировала в отеле, сначала в коридоре отеля, потом она перешла в спортивный зал, были вокруг люди, ее ничего не смущало, это было круто на самом деле. Несмотря на всю усталость, которая у нее была за это путешествие, она говорила, что это была ее самая сложная поездка, несмотря на всю эту усталость, она на репетиции хорошо выкладывалась. Я, конечно, в шоке каждый раз, потому что кажется, что уже дальше некуда, как бы столько всего и очень много подготовки, атлас, нам нужно выучить всю программу с Тиной по атласу. Между этими я ставлю еще хореографию на танцовщиков, на атлас, и я отменяла свои репетиции, отдавала их Диме, Жуку, чтобы они не пропадали. Мы вот таким образом менялись друг к другу, как бы помогали с Димой, потому что принимала участие в подготовке клипа, и так нужно было сделать. Для Украины это новая технология. Під час концерта Тину снимают онлайн камеры. Эти камеры мы пропускаем через наш сервер, через программу. Вот сейчас мы можем посмотреть, например, на каждый номер мы разработаем свой эффект. Это все происходит здесь и сейчас. Это реал-тайм графика, которая обработается в ту секунду, когда артистка на сцене. Это Оля, она наш художник, медиа-артист, медиа-художник, который это создает. Эффект такой и будет. Но это будет сцена, это будет атлас-викенд. То, что обещают на атласе, что там будет 60 тысяч людей, это трошки страшно, потому что мы на такие площадки, что стены никогда не работали. Чтобы было 60 тысяч, это точно никогда еще не было. Это, может быть, будет наимасштабнейший концерт по кількости людей. Направление, в котором мы движемся в концертах атласа, это Cyber Future. Это то, чего еще пока никто не делал в нашей стране. С тиной связь начинается в 3-4 часа ночи. Также тина прилетает за один день до съемок клипа, потому что у нас, в принципе, есть только один день, чтобы все померить, подогнать, перешить, ушить. Вымерить надо и до миллиметра. Чуть не туда. Второй миллиметр, а не туда уже все. Не знаю, может, мы не успеем. Я знал, что все будет так, что будет спешка, что люди будут невыспанные, что у нас будет мало времени. Меня успокаивает не, все успеем, продюсируем дни, продлим, и никто не занимается этим. У нас должна была быть сегодня генеральная репетиция 5 часов. Снимаем. Я не могу так делать. Думайте, как доснять без меня. Спасибо. 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 Спасибо.